Мощная стихия угрожает Приморскому краю. Синоптики об этом заявили еще в начале недели и продолжают напоминать о неутешительном прогнозе. Море уже неспокойно, ветер усиливается с каждым часом. Такие же симптомы выдавала погода и год назад. В конце августа 2016-го тайфун Лайн-Рок отрезал от федеральной трассы 10 населенных пунктов. 25 районов края оказались в чрезвычайной ситуации. Опасность издалека разглядели и космонавты. Гуляющий супертайфун сфотографировал испытатель Сергей Рязанский. Снимок выложил на своей странице в социальной сети. Он движется по направлению к Японии. Затем, по прогнозам специалистов, уйдет на юго-восточное побережье Приморья в районе находки. Земляне, будьте внимательны, следите за прогнозами и берегите себя. Впрочем, уже появилась информация, что тайфун по имени Нору начал ослабевать. Однако обойти стороной Приморья и, в частности, Владивосток у него все равно не получится. Ливневые дожди потопят край в ближайшие дни. А 8, 9 и 10 августа высота волн в заливе Петра Великого может достигнуть 5 метров. Да, действительно, на сегодняшний момент существует большая вероятность того, что тайфун Нору выйдет к Приморскому краю. Произойдет это в районе 8-10 августа. Точнее, в этот промежуток времени. Мониторинг специалисты проводят каждые сутки. Реальные угрозы пока нет, режим ЧС не введен, но предупреждения строгие. Отдыхающим на приближных акваториях или где-то отдаленных местах покинуть места отдыха, прерывать туристические маршруты, свернуть платочные лагеря в этот период времени. Отказаться от выхода в море рыбакам и владельцам маломирных судов. Населению, проживающему в пониженных участках местности и поддержанных потоплению, очистить от мусора водосбросанные каналы в районе своих домов. 8-10 августа уровень воды в реках может подняться до 3 метров. Ожидается затопление территорий, сельхозугодий, перемыв дорог и повреждение мостов. Быть внимательными призывают как пешеходов, так и автолюбителей. Большая часть дорожно-транспортных происшествий в период сильных дождей происходит из-за невнимательности водителей, пренебрежения элементарными правилами дорожного движения, несоблюдения скоростного режима и дистанции. О том, как именно тайфун Нору пройдется по Приморью, метеорологи смогут сказать наверняка только накануне визита. Точный прогноз синоптики должны выдать 5 или 6 августа. Тем не менее, в крае уже объявлено штормовое предупреждение. Валерия Белоус, Дмитрий Сухоруков, Новости на Восьмом.